МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Платон был арестован за участие в схеме, связанной с незаконным оборотом наркотиков через интернет-магазины. Магия в Архейленде. Самая большая рождественская ярмарка превратила Аргеев накануне Нового года в Париж. О сказочной атмосфере, именитых гостях и сюрпризах ярмарки узнаете далее. У Международного аэропорта Кишинев новый бенефициар. Речь о российском бизнесмене Андрея Гончаренко. Об этом сообщает компания Авиаинвест, которая управляет аэровокзалом. В то же время Авиаинвест подтверждает, что компания NR Investments Limited, принадлежащая миллиардеру Натаниэлю Ротшильду, уступила контроль над компанией Камакс Авиаэрпорт Инвест, которая владеет 95% Авиаинверс. На сегодняшней пресс-конференции президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что сам узнал из СМИ по поводу того, что Ротшильд отказывается от доли в Международном аэропорту Кишинева. Представители компании Investments Limited объявили, что больше не заинтересованы в компании Авиаинвест. На брифинге глава государства Игорь Дадон прокомментировал решение миллиардера Натаниэля Ротшильда об отказе от доли в 95% в концессионной компании Международного аэропорта Кишинев. Президент считает, что решение было принято из-за инициативы правительства о строительстве других аэропортов. Это решение, которое было опубликовано сегодня, не обсуждалось с властями Республики Молдова. Возможно, это решение было принято в том числе из-за того, что на территории республики планируют строить и другие аэропорты. Президент также подчеркнул, что задача властей вернуть правительству исключительное право на управление аэропортом. Компания «Авиаинвест», которая управляет Кишиневским международным аэропортом, подтвердила информацию о новом бенефициаре. Это российский предприниматель Андрей Гончаренко. Он отметил, что в последние годы аэропорт под управлением концессионера динамично развивался и перечислил некоторые свои приоритеты. В мои планы входит строительство в ближайшем будущем новой взлетно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолетов и нового терминала, самого современного в регионе. Считаю, привлечение инвестиций для реализации поставленных целей своей первоочередной задачи в качестве нового участника. Наша цель на ближайшие годы – увеличение пассажиропотока до 5 миллионов человек. Андрей Гончаренко – предприниматель, бывший топ-менеджер компании «Газпром» с деловыми интересами в различных областях, таких как строительство, развитие инфраструктуры, недвижимость и торговля. Компания «Авиаинвест» гарантирует всем пассажирам и авиакомпаниям, что Международный аэропорт Кишинев продолжит предоставлять качественные услуги всем своим клиентам и партнерам. Напомним, в августе представители «Авиаинвест» и миллиардер Натаниэль Ротшильд заключили соглашение, по которому его компания взяла в концессию долю в 95% Международного аэропорта. Спустя несколько дней тогдашний премьер Майя Санду объявила, что прокуратура наложила арест на имущество компании «Авиаинвест», которая управляет аэропортом. Поэтому консессионер не может поменяться. Однако в конце августа семейная фирма «Ротшильд» объявила о завершении сделки. В начале сентября правительство отменило ряд постановлений, утвержденных в 2012-2013 годах, которые привели к концессии Международного аэропорта Кишинев. А через несколько дней агентство публичной собственности подало в суд на компанию «Авиаинвест». И в продолжение темы. Парламентская фракция «Партия действий и солидарность» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику после того, как бенефициаром компании «Авиаинвест» стал российский бизнесмен Андрей Гончаренко. А депутаты от фракции «Платформа достоинства и правда» требуют созвать внеочередное заседание парламента, на котором будут заслушаны, кроме премьера, еще и главы определенных госучреждений. Кроме того, депутаты требуют, чтобы президент Игорь Дадон срочно созвал Высший совет безопасности на заседание, где будет поднят этот же вопрос. Игорь Дадон утверждает, что с 2020 года Молдова будет получать природный газ также через Украину, а закупочная цена на голубое топливо для нашей страны снизится по сравнению с текущим годом. По словам главы государства, Украина и Россия уже подписали соглашение о транзите. Еще Игорь Дадон отметил, что во время визита в Россию он обсудил с Владимиром Путиным предоставление Молдове кредита в размере 300 миллионов долларов. Деньги должны поступить в 2020 году. После визита в Москву Игорь Дадон заверил, что у Молдовы больше не будет опасений по поводу поставок природного газа, начиная со следующего года. Подписано соглашение между Российской Федерацией и Украиной, и газ в республику Молдова будет доставляться по трубопроводам через Украину. Напоминаю, с 1 января цена на газ будет ниже, намного ниже, чем та, которую мы платили в 2019 году. Игорь Дадон также рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным и просьбу правительства Иона Кику о предоставлении Молдове кредита. По словам главы государства, в январе следующего года будут проведены переговоры на эту тему на уровне представителей Министерств финансов Молдовы и России. Это кредит в размере 300 миллионов долларов, которые правительство Республики Молдова запросило для реализации крупных инфраструктурных проектов, начиная со следующего года. Хочу сообщить, что условия этого кредита не хуже тех, при которых Молдова получает деньги от наших западных партнеров. Условия примерно такие же. По словам Игоря Дадона, соглашение о кредите из России должно быть сертифицировано парламентом Молдовы в начале сессии в феврале следующего года. К другим темам. Сын скандального бизнесмена Вячеслава Платона был арестован в конце прошлой недели столичной полицией за участие в схеме незаконного оборота наркотиков через интернет-магазины. Согласно источнику OpenMD, он был задержан и помещен на 72 часа в изолятор временного содержания. По данным OpenMD, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Платона, сына Вячеслава Платона, когда он прятал пакеты с неизвестным содержимым во дворе многоквартирного дома в столичном секторе Рыжкановка. Во время обыска сотрудники милиции обнаружили у него около 40 доз синтетического наркотика. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Статис, с которой связался наш корреспондент, сославшись на тайну следствия, не стала подтверждать, является ли задержанный сыном Вячеслава Платона. Она сообщила, что 20 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего парня, у которого при себе было несколько упаковок неизвестного вещества. Напомним, что в мае 2016 года сын Вячеслава Платона, Игорь Платон, заявлял о своем намерении приобрести около 40% акций Молдова Агринбанк, заблокированных после восстановления банковской системы вследствие мошенничества. В одной из столичных многоэтажек по улице Флорилор сегодня утром прогремел взрыв. Звонок в экстренную службу поступил около 7 утра. Во время взрыва в квартире на пятом этаже находились 82-летний мужчина и 77-летняя женщина. Оба получили легкие ожоги и отказались от госпитализации. По предварительной версии, один из пенсионеров оставил включенной газовую плиту. Обстоятельства дела устанавливаются. Пострадавшие от взрыва получат необходимую помощь. Об этом заявил вице-примар Илья Чабан на оперативном заседании муниципальных служб. Сотрудники премарии Кишинева и некоторые госслужащие могут остаться без ежегодных премий и надбавок к зарплате. Это связано с тем, что муниципальный совет не смог одобрить этот проект из-за того, что некоторые советники не явились на заседание. В повестке дня столичных муниципальных советников был только один вопрос о выплате ежегодных премий сотрудникам премарии Кишинева и муниципальных предприятий в размере до трехмесячных окладов. Тем не менее, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На обсуждение явились мунсоветники от ПДС, ППДП, политической партии ШОР и либеральной партии. Социалисты пообещали и дали нам слово, что сегодня они явятся, чтобы решить проблемы чиновников, но они снова убежали и скрылись. Я и наша партия всегда становились на сторону людей, простых людей. Если через три дня будет назначена сессия, безусловно, мы на нее придем. Но вряд ли будут выданы деньги через три или четыре дня, потому что бюджетный год. Заканчивается 24 декабря, то есть завтра. Ну, завтра может быть еще последний день для того, чтобы провести какие-то платежи. Председатель Ассоциации профсоюзов Анжела Лубаш заявила, что госслужащим эти премии очень нужны. По ее словам, из-за низких зарплат несколько сотрудников премарии и муниципальных предприятий уже написали заявление на увольнение. У нас есть хорошие государственные служащие в местной администрации, но у нас очень плохие зарплаты для этих сотрудников. Заработная плата начинающего составляет 5600 леев, а при вычете 12% налога они получают 2600-2800. Как вы думаете, зарплаты бюджетников настолько высоки, что они им не нужны? Особенно в праздники. Я думаю, что все работники нуждаются в выплате, особенно если они работали и выполняли все свои обязательства. Мы дозвонились вице-председателю фракции партии социалистов Динарию Кажакару, чтобы выяснить, почему муниципальные советники от ПСРМ не явились на заседание. Динарий Кажакару ответил нам, что ни он, ни его коллеги ничего не знали о том, что встреча запланирована. Чтобы состоялось заседание, должны соблюдаться определенные правила, верно? Нужно объявить об этом, объявить за три дня. Или если это экстренное заседание, какое-то бедствие, или, не дай бог, ситуация, которой мы не хотим, тогда о созыве заседания нужно всем сообщить. Следующее заседание муниципального совета Кишинева запланировано на 14 часов 26 декабря. Для обеспечения кворума на заседание должны явиться 26 советников из 51. Ежедневные происшествия на дорогах Молдовы не мешают водителям продолжать нарушать правила дорожного движения. Накануне под Кишиневом между коммунами Кожушна и Ватра легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии три человека погибли. Еще одно ДТП произошло сегодня утром в столице. Водитель врезался в рекламный щит. Мужчина скончался на месте. По данным полиции, за рулем автомобиля марки «Фольксваген», который попал в ДТП 22 декабря, находился 46-летний мужчина. Также в салоне были еще три пассажира. Направлялись в сторону Ватры. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW, которым управлял 32-летний водитель. После удара «Фольксваген» отлетел и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтера», затем с автомобилем «Шкода Суперб». В результате этих столкновений три человека оказались заблокированными в легковушке. Спасателям удалось их вызволить. В результате аварии водитель автомобиля марки «Фольксваген» и 42-летняя пассажирка скончались на месте. Другой пассажир, 32-летняя женщина в результате полученных травм, скончалась по дороге в больницу. Кроме того, 8-летний пассажир легкового автомобиля госпитализирован в детскую больницу имени Игнатенко, а 47-летний пассажир микроавтобуса в реанимационное отделение столичного института скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств. По словам врачей, сейчас состояние выживших стабильное, но тяжелое. От 23 декабря утром смертельная авария произошла и на столичной улице Каля-Архейлуй. Автомобиль «Сиад», которым управлял 47-летний водитель, врезался в рекламный щит. Мужчина скончался на месте. По данным полиции, также возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств. За последние сутки в Молдове произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4 человека и 16 получили травмы. Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать ПДД. Новогодний аттракцион, установленный на площади Великого национального собрания в Кишиневе, стал причиной травмы посетителей. Из видео, размещенного в социальной сети, видно, как мужчина с ребенком скатываются с горки и опрокидываются. Начальник управления культуры муниципия Кишинев Стелла Митрюк заявила корреспонденту нашего телеканала, что отец ребенка, скорее всего, забыл о правилах безопасности. Она также сообщила, что из-за этого происшествия был вызван экономический агент, обслуживающий аттракцион, который утверждает, что медицинская помощь никому не требовалась и никаких жалоб не поступало. Многочисленные проверки в примарии Аргеева со стороны контролирующих органов во время избирательной кампании по местным выборам осенью этого года не подтвердили слухи и спекуляции о каких-либо нарушениях. Об этом заявил примар муниципи Аргеев Павел Вережану, гость передачи «Молдова Зиды Зим» на нашем телеканале. Он также отметил, что прозрачность в управлении фундами города является определяющей для эффективной деятельности примарии. Примар муниципи Аргеев Павел Вережану рассказал о вызовах на посту руководителя, с которыми он столкнулся ещё во время избирательной кампании. Речь шла в том числе и о проверках контролирующих учреждений в здании примарии, о которых заранее не сообщали. Я не переживал, когда пришли контролирующие органы, потому что всё было в порядке с юридической и экономической стороны. На все необходимые использованные суммы мы предоставили все документы ЦИК всем контролирующим органам, существующим в Республике Молдова. Было доказано, что примария не влияла на выборы. Павел Вережану добавил, что прозрачность в управлении городскими фондами является определяющей для деятельности примарии Аргеева. Это органы, которые контролируют нас. Это госканцелярия. И любое решение, любое положение проверяется ими. Существует также счётная палата. Вот почему я говорю обо всех этих порогах. Нельзя сказать, что бюджет не прозрачен. Он полностью прозрачен. Говоря о финансовой дисциплине, примар также упомянул некоторые компании, которые жалуются, что приходится платить слишком высокие налоги. Градоначальник отметил, что налоги не повышали, кроме тех, которые входят в программу, инициированную два года назад бывшим примаром муниципия Илоном Шором. И те направлены на борьбу с курением и употреблением алкоголя в Аргееве. Налоги не увеличиваются с 2008 года. Единственными налогами, которые были увеличены, это на сигареты, алкоголь и нефтепродукты. Статистика показывает, что в Аргееве продаётся в два раза меньше сигарет. Все киоски у школ исчезли. Создание новых рабочих мест в числе приоритетных планов. Кроме того, продолжение социальных и инфраструктурных проектов, начатых бывшим примаром Аргеева Илоном Шором, говорит градоначальник. Это очень большая ответственность стать примаром после Илона Шора, потому что он задал хороший темп экономического, социального развития муниципия Аргеев. Напомним, Павел Вережану, кандидат на должность примара муниципия Аргеев от политической партии Шор на всеобщих и местных выборах 20 октября 2019 года, одержал безоговорочную победу, набрав более 80% голосов. Более 10 тысяч человек, жителей города Аргеева и его гостей со всех уголков страны, приняли участие в открытии крупнейшей в республике новогодней ярмарки, состоявшейся в субботу в парке Архейленд. Учитывая размах и количество посетителей, Аргеевская ярмарка станет одной из самых запоминающихся в республике, а сам город уже можно по праву назвать новогодней столицей Молдовы. Старт открытия ярмарки дал онлайн лично почетный примар Аргеев, лидер политической партии Шор, депутат парламента Молдовы Илон Шор. Он поздравил горожан и гостей города с открытием ярмарки и заверил, что Аргеев продолжит развиваться. Не важно, какая погода, не важно, какое у нас правительство, не важно, какой у нас политический строй, но Аргеев жил, жив и будет жить всегда, так как он привык. Аргеев – это мой дом, а вы, жители Аргеева, моя родная семья. Поэтому, как бы ни было везде, у нас в Аргееве будет всегда все хорошо. Депутат Марина Таубер поздравила жителей и гостей города с открытием рождественской ярмарки, заявив, что благодаря качеству исполнения и масштабам мероприятий у Аргеева есть полное право называться новогодней столицей страны. Огромное количество людей работали над тем, чтобы Орхиолэнд был таким красивым, над тем, чтобы это мероприятие было самым ярким, чтобы эта ярмарка была самой большой в нашей стране. И я уверена, что вместе с вами мы однозначно перебьем и по количеству гостей, и по размаху то, что происходит в Кишиневе. Примар города Павел Вережану и председатель Аргеевского района Дину Цуркану также поздравили жителей Аргеева и гостей города с открытием ярмарки. С Новым годом всех присутствующих! Поздравляю с наступающими зимними праздниками! Мы очень вас любим! Счастливого Рождества! Волшебного Рождества! С Новым годом, Аргеев! Сюрпризом вечера стало появление на открытии супруги почетного примара Аргеева Илона Шора, известной под псевдонимом Жасмин, эстрадной исполнительницы Сары Шор. Я видела много стран, много городов, много прекрасных мест, но каждый раз, когда я приезжаю сюда, на эту аргеевскую красивую ярмарку, я убеждаюсь в том, что здесь самое прекрасное душевное место на Земле. Аттракционы на любой вкус. Американские горки и самые большие в стране зимние горки. Мастер-классы не оставят равнодушными ни одного посетителя любого возраста. Кроме того, для гостей Архейлэнда впервые в Молдове проводит представление итальянский цирк Боначчини. А самых маленьких посетителей ждет с подарками в своей резиденции Дед Мороз. Здесь очень много интересных мест, там горки потрясающие, здесь вообще очень здорово и супер. Всем, всем, всем желаю сюда попасть. Как говорят гости ярмарки, атмосфера праздника и его размах впечатляют. Некоторые из посетителей даже сравнивают Аргеев с новогодним Парижем. Мы были летом в Архейлэнде, нам очень понравилось. И решили приехать на зимнюю сказку. Спасибо за организацию, вообще действительно как в сказке. Очень красиво, молодцы. Мы знали, что открытие, но не ожидали, что будет столько много людей. Это потрясает и красиво, и очень много аттракционов. То есть мы как бы еще посмотрим, что где есть. Но думаю, впечатления будут заполнены надолго. Тут красивее, чем в Кишиневе, может так, коротко и ясно, чтобы вам было понятно. На праздничной сцене состоялось грандиозное шоу с участием отечественных и зарубежных звезд. Певица Жасмин подарила всем несколько песен в своем исполнении. Известный румынский певец Марчел Павел заверил присутствующих, что Аргеевская ярмарка, по его мнению, одна из лучших и в Молдове, и за ее пределами. Я очень рад, что я здесь в этот замечательный вечер. Это прекрасно. Я вас уверяю, эта ярмарка легко может составить конкуренцию и Бухаресту, и Кишиневу. Итак, 1-0 в вашу пользу. Торжественное открытие рождественской ярмарки в Аргееве стало традицией с момента прихода к власти команды Илона Шора. Напоминаем, что 8 декабря в центре Аргеева зажглись огни на рождественской елке высотой 24 метра. Одной из самых красивых в стране и за ее пределами. Таможенная служба Молдовы сообщает, что в период зимних праздников в случае большого потока пассажиров будут задействованы все контрольно-пропускные посты, независимо от направления. Также будет увеличено количество таможенников и проверочного оборудования. Аналогичные меры предлагаются предпринятии таможенным службам Румынии и Украины, чтобы ускорить контроль по обе стороны границы. О временных изменениях было объявлено после того, как накануне сотни автомобилей долгое время ожидали въезда в Молдову в пункте пересечения границы в Леушенах. Там около 16.30 водителей в знак протеста в течение нескольких минут жали на клаксоны. Так автомобилисты выражали свое недовольство огромными очередями, образовавшимися на границе. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Я прощаюсь с вами. Далее смотрите прогноз погоды на 24 декабря. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе Субтитры создавал DimaTorzok